Микс Ньюс Анастасия Смоловская, Марис Морканс и звукорежиссер Евгений Копейн Но два лица у нас поменялось Да, у нас два на два, у нас ученые и не ученые Представители компании Лабораториум Мартин Жгубес и Леся Богачева Доброе утро Леся погромче Доброе Да, доброе утро, да, у нас полчаса, 20 минут даже Родители, у кого есть дети, дети маленькие, да, подключайтесь Не только маленькие Большие тоже, да и сами родители тоже И даже родители Конечно Да, ага В общем, платформа Сейчас мы все осознаем Да, платформа методов развития интереса к науке у детей и родителей И чем занимается вот компания Лабораториум Расскажите нам, кто вот Лесян, Мартин Жгубес Я бы, если очень-очень коротко так сказать, это вдохновить, изучать науку Познавать, заинтересовать любого человека Чтобы это и дети, и взрослые на разными-разными способами Ну, с детьми-то посложнее, наверное И школа с детьми? Школа ваш конкурент или школа отступает от тех методов? Вы имеете в виду обычная школа? Ну, конечно, ну, школа жизни, это ты уже надеялся Однозначно не конкурент, это скорее дополнение, чтобы было интереснее жить, да, и в школе, и не только Где и как? У нас на самом деле, я тут влезу, довольно много направлений, с которыми мы работаем То есть это и у нас есть научная школа, то есть у нас происходят занятия, это как кружок, да, после обычной школы И выходным? И выходным, да И также мы занимаемся, еще у нас есть научный театр Это такая штука, куда можно прийти, купить билеты, посмотреть представления Каждое представление имеет свою тему, направленность научную И у нас есть представления, начиная от пяти лет И также есть представления, которые для подростков уже, там, с двенадцати лет А также мы занимаемся мероприятиями, то есть у нас можно провести день рождения в наших помещениях, в научном стиле И у нас есть программы на выезд, мы ездим по разным мероприятиям, как маленьким частным праздникам, так и большим уже, там, городским праздникам и так далее И корпоративы тоже для взрослых, это интересно А вот с театра давайте начнем, Настя, тебе интересно? Мне все интересно, у меня очень много вопросов Давай тогда ты вопрос Но они какие-то личные, по-моему Меня лично заинтересовало Приходите, конечно Куда приходите, когда эти представления театральные? Я понимаю, что ребенок, который в гаджетах, да, а у вас на занятиях, он... В других гаджетах Да, однозначно Проникаешь в физике, химии, да? Конечно Ну, если мы говорим про театр, то давайте про театр Это тоже очень такое начало Да, и когда из зрительного зала ребенок может смотивироваться и подключиться уже к этому процессу Да, у нас все представления интерактивные, то есть дети тоже имеют возможность поэкспериментировать прямо в ходе представления Представления у нас происходят по выходным дням в Рижском малом театре И в этом году мы также будем в Даугавпилсе два раза Даугавпилс нас сейчас не слышит, давайте про Рижский малый театр Да, и, ну, билеты у нас продаются на Белешу сервис, все как обычно А Рижский малый театр, это на... Это Стабу На Стабу, да? Да, да, да А во сколько? В 18-18 В 12 часов Суббота Иногда в субботу, иногда в воскресенье А, ну это можно на Белешу сервис посмотреть Да, или на нашем сайте лабораториум тоже Набрать лабораториум.лв У вас с 5 лет начало, я так понимаю Да, у нас есть представления для детей помладше с 5 лет, основные все представления у нас с 7 лет И есть также одно представление, которое для подростков предназначено как раз с 12 лет и старше А как вы тестируете, какая программа для кого? Вы уже запускаете и тогда видите, что может быть это рановато Тестируете ребенка, думаешь? Тестирует программу на детях Это скорее наш опыт, который уже многолетний опыт, видя, что может заинтересовать какого ребенка А также помимо заинтересовать, какие мысли может развить мышление, какой у ребенка опыт его жизненный и так далее Тогда основываясь именно на это, тогда сложнее вещи, например, с 12 лет Там есть что-то такое, что может сломать, условно сломать мозг даже взрослому И поэтому подросток на это посмотрит, как это вообще происходит, вообще это возможно и так далее Соответственно, для детей помладше это что-то более увлекательное, интереснее, больше активности и так далее И для 5 летних, начиная с 5, там уже эксперименты, которые можно взять дома, повторить, сделать, попробовать Ну, две колбочки, да, одна жидкости прозрачная, потом хоп, и одна синенькая стала, да? Ну, не только так Ну, так тоже бывает Ну, а какая вот, когда ты зритель, это такое горизонтальное время провожения, а вертикальное, когда у вас есть такая заявка, школа науки, обучение будущих ученых Конечно И как она работает? Это, соответственно, сейчас со 2 класса по 12 класс И, соответственно, детей мы делим на разные возрастные группы И, соответственно, на каждом занятии у ребенка есть возможность экспериментировать, проверять определенные законы Открыть самому для себя что-то новое Изучить и проверить на практике что-то, о чем, может быть, в школе только упомянут на словах, да, и так далее И, соответственно, так как физика, химия, ну, науки две, которые достаточно много где пересекаются, поэтому они идут параллельно То есть у вас такая полноценная программа получается? Да, да, да Ну, по сути Нет, в принципе, если ребенок к нам приходит во втором классе, то лет 8 ему есть что у нас делать Да, да, да А как вы их мотивируете потом? Вот они, ну, вот у вас проходят эти занятия, какие-то эксперименты, все интересно, все замечательно И потом они спрашивают, а что потом? Ну, обычно как? Во-первых, они в школе своим сверстникам всего, чего там показывают Даже некоторые у нас там ведут уроки в своей школе, да Там, скажем, пятиклассник ведет уроки для второклассников, там, или восьмиклассник для шестиклассников, ну, и так далее, да Соответственно, то, что познают на практике, заинтересовывают других, это одно, да Но сами по себе, уже углубляясь в эти науки, да Они чувствуют себя крутыми Это самое главное И университеты, и разные направления Но самое главное, что у них создается понимание, чего именно в этих науках они хотят Да, или это реально только химия, или только физика, или что-то объединенное Или это с биологией, там, и так далее, и так далее, да И уже идут, делают, и, ну, обычный результат такой, что, да, они потом становятся одни из лучших, там, или в классе, или в... как это, родского? Это профессиональная школа техникума Да, 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 ну, вот, например, в том же улайнском техникуме, да, где уже направление химии, тогда тоже, соответственно Сколько лет вы этим занимаетесь? Вообще, изначально я это начал уже с детства Но, в общем, если смотреть лабораториум, то у нас лабораториум работает с 2014 года Да, соответственно, это уже сейчас пятый год пойдет, так что... Нескольким детям вы определили судьбу? Возможно Повлияли однозначно Конечно, выбор определяет уже разные жизненные обстоятельства Потому что все-таки это всего лишь одно занятие в неделю Но иногда пять минут в жизни могут повлиять реально на всю жизнь Но зато у нас есть случаи, когда мы сами вырастили себе преподавателя Девочка пришла к нам на занятия, потом она стала помощником на занятиях И теперь вот с этого года она уже преподает для детей помладше А как эта платформа возникла? Как вы, компания, это какой-то международный опыт? Это скорее, будучи здесь в нашей среде, в Латвии, видеть какие-то недостатки, чего не хватает, да Потому что тут, интересно, лаборатория возник из двух направлений Это дни рождения и обучения Я лично, как учитель, видя, что в школах зачастую не хватает учителя Именно направить детей на практическую деятельность и так же сам этим заниматься Поэтому изначально это было так, что в школе бывало зависал до последнего транспорта, чтобы до дома добраться И вот это вдохновение потом пошло в занятия Пробовать, как, что, набирать этот опыт Соответственно, мой коллега Владислав Шавловский, он как актер, выходя аниматором, увидел, что вот мне химия-физика нравится Вот я внесу это, так как этого нету, и, по сути, вот оно и получилось Отнял хлеб у аниматоров Маши и Медведей, да? Ну, в принципе, на самом деле, скорее не отнял хлеб у аниматоров А немножко развил направление, которое для деток постарше Потому что, ну, анимация реально интересная на праздниках детям, там, ну, до 7 лет А потом родители ломают голову, чем же их заинтересовать и что можно сделать А у нас программы, которые не ограничены, ну, они разделены по возрасту Но, в принципе, и взрослым нам тоже есть что показывать Поэтому, соответственно, детей любых возрастов мы можем заинтересовать И сделать так, чтобы этот праздник был более интересным, чем, там, просто сходить в боулинг, допустим 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9 Есть у вас еще немного времени для того, чтобы позвонить и спросить Если что-то вас интересует А меня интересует безопасность Все-таки это и там всевозможные вещества И дети остаются детьми И взрослым может там неаккуратным движением что-то смахнуть Это одна из наших основных ценностей Но единственное, что мы видим как безопасность Это не избегать всего опасного А именно научиться правильно обходиться разными-разными предметами, материалами, веществами и так далее Но если мы сравним Заходим просто на кухню у себя дома У нас горячий чайник, острый нож Нам это нужно для того, чтобы мы могли попить вкусный чай, нарезать себе бутерброд, салат и так далее Но при этом дать это маленькому ребенку мы не дадим Нам нужно его обучить Ну и по сути у нас просто спектр С чем мы на наших занятиях занимаемся, он гораздо больше Ну и так же само на мероприятиях, когда выезжаем Если даем детям что-то пробовать То это однозначно будет то, что не имеет определенной опасности А вы встречаетесь, ну это не знаю предрассудки можно ли назвать Я просто на своем опыте была на дне рождения Там тоже были вот все эти эксперименты Делали мороженое Вот прям на месте делали мороженое и лед И еда И некоторые родители сказали своим детям Нет, ты это мороженое не ешь, пожалуйста Хотя ну вот сами родители и лед тоже делали Которые тоже как-то не все Так про гигиену сейчас спрашиваешь? Я даже не про гигиену Насколько это вот тебе вот здесь вот за 5 минут Тебе с жидким азотом, наверное, да? Тебе делают клубничное мороженое Без льда, без морозилки и так далее Вот как вам говорят, что может быть это опасно Не надо его есть На самом деле, ну так как я администратор Мне задают вопросы чаще всего просто перед праздником Адекватные родители Что там и как, и как это происходит И если у них возникают какие-то вопросы То обычно это обсуждается еще до праздника И мы прекрасно можем объяснить, что азот это то вещество Которым мы дышим Оно вообще самое нейтральное Нейтральное, безопасное Просто оно замороженное Вот, поэтому Это самое, наверное, натуральное мороженое, которое можно То есть то, которое в магазине и то навредит больше, чем То, которое сделаем мы, допустим, на праздники И если у родителей, если возникают какие-то вопросы То чаще всего они возникают до начала И, соответственно, мы им рассказываем, что и как происходит И если какие-то, допустим, секреты детям не открываются Чтобы это оставалось чуть-чуть магией или загадкой Чтобы их заинтересовать то родителям, конечно, если у них есть вопросы по безопасности Или по самой сути происходящего Мы всегда рассказываем И поэтому проблем не бывает Это же дорого, наверное, все, с чем сталкивается на занятиях ребенок Это какие-то средства необходимы, да? Ваши занятия сколько стоят? Значит Ну, а там ассортимент, там каких-то химикатов Понятно, понятно Самый интересный момент, что, да, химикат становится все дороже и дороже с каждым годом Но нас это не останавливает Однозначно нет Конечно, получается, что в месяц Это 33 евро за ребенка Ну, в среднем это 3,3 занятия в месяц Если мы смотрим в течение всего учебного года И, конечно, это включает в себя и все материалы Если там нужно что-то спаять То это паяльник, олова, все электродетали Если это химия, то все химикаты, химическая посуда, да, и так далее, и так далее Девочки тоже любят паять? Да С удовольствием Нет классического разделения, да, мальчики, девочки? Да, у нас нет Хотя я могу сказать, если чисто по статистике Конечно, больше у нас мальчиков, чем девочек Да, но при этом у нас есть группа, там, где девочек больше Но когда они делают, они все равно это делают с большим удовольствием И увлекаются, и даже паять А где эти занятия проходят? Театр проходит в Рижском малом театре на Стабу Это близко к Бривибосу? Да А занятия со всеми азотами, химикатами? У нас есть три помещения, где мы проводим занятия именно в школе Ну, вот, как кружок Это в Рижской классической гимназии В Анельмойской школе В Иммонте И у нас Наше помещение, основные, скажем так, наши базы Это на улице Тербатес 49-51 А сколько у вас в вашем движении Будущих ученых? Сколько у вас человек постоянно? Каждый месяц? Имеется в виду детей Ну да, да, да Сейчас мы считали, что в среднем около 350 детей Которые регулярно приходят на наши занятия Круто Ничего себе Да, так что это со 2 по 12 класс, да А приходят к вам такие умники, всезнайки Которые вот в 2 года Настя все хочет протестировать Да, да По 2 классе они вам что-то рассказывают Ну, сейчас столько всякие фиксики и так далее, и так далее Что, мне кажется, иногда дети такое выдают Конечно, конечно Ну, тут скорее интересный момент получается в том, что На наших занятиях они могут умничать что угодно Наши учителя обычно еще поумничают напротив Да, но потом зато бывает, что эти дети приходят в школу С какой-то подделкой, с каким-то там девайсом И у учителя в школе бывает, отвисает челюсть Откуда ты это знаешь? Как ты это знаешь? Что это такое? Как бы, ну, ребенок от этого счастлив Ну, ребенку говорят, ну, уже на подростков В голову, что самая востребованная профессия Сейчас и в будущем это IT-технологии Да, ну, там как раз не нужно ничего смешивать Нужно только заботиться о своем позвоночнике Да, после постоянных присутствий за компьютером Или там за планшетом А вот ваши занятия, они живут напрямую? Это не устарело? Химия, ну, как сказать, если кушать нужно каждый день Это я думаю... Я сомневаюсь, что это прекратится, да Обязательно нужно люди, которые умеют это делать Не просто дома, если у себя салат, а вообще как на производстве это, например, работает Как создавать разные там краски, как создавать материалы разные Плюс еще самое интересное, это когда люди создают какие-то инновации Что-то новое, что-то, ну, как сказать, такое, что меняет мир И здесь необходим этот опыт, понимание, как работают разные вещи, химия и физика также Если мы говорим про IT-технологии, то тоже Один, это можно что-то просто спрограммировать, сделать, что сдали задачу А если необходимо придумать, автоматизировать какие-то процессы на производстве или еще где-то То нужно знать корни Конечно, понимать, что там происходит, от чего, как, куда А вас удивляли дети, когда они, ну, каким-то образом, ну, не знаю, там, курица и яйцо Они как-то связаны друг с другом, да Ну, бывает такое, откуда берутся яйца, да Там малыши спрашивают, а у вас вот были такие? В плане вопросов, правда Вопросы, которые тебя в ступор ставили Да, да, да Я так сразу сейчас сходу не помню, да Скорее всего, да Ну, я обычно, если не могу сразу ответить, я говорю, ну, слушай, подумаю, я тебе обязательно отвечу Но здесь важно соблюдать, вот именно обещание есть, то его сдержать Весь, а вот с театром вы больше, да, получается? Ну, я совсем больше Я, в принципе, я как администратор, менеджер, то есть я занимаюсь какими-то... Я не выхожу на сцену, я не веду занятия, но я помогаю, чтобы это все происходило Если ребенок пришел на занятия, ну, грубо говоря, они видят какую-то сценку как а-ля фиксики, да? Ну, как бы с научным И человеку, этому ребенку или постарше, ну, ребенку, ему больше актерская линия в жизни Вы его в эту сторону притягиваете? Притягиваем, не притягиваем, тут сложно сказать, возможно, кого-то мы вдохновили Но в плане театра или мероприятий довольно сложно проследить дальше за этими детьми Потому что это, скажем, разовые вещи, да? Конечно, есть клиенты, которые возвращаются и возвращаются Но все равно это, ну, там, раз в год на день рождения Или они приходят на какие-то спектакли И дальше мы не знаем, что с этими детьми происходит Возможно, кого-то и вдохновили Но на занятиях просто довольно, ну, проще Потому что это дети, которые с нами в основном постоянно Раз в неделю и часто много лет подряд Поэтому тут сложно сказать А в этих театральных постановках дети не участвуют, да? Нет, они не участвуют То есть у нас есть два актера, которые ведут Ну, не только два, но в смысле два актера выходят На конкретное представление И они просто задействуют детей из зала на какой-то конкретный эксперимент А взрослые к вам приходят? Ну, мы знаем, что вы говорили, что люди, ну, там, родители заинтересованы Например, какие-нибудь учителя химии или физики Для того, чтобы потом использовать в своих уроках На самом деле, да, были случаи, когда в театр к нам приходили Я просто знаю, что когда вот у нас заказывали сначала в школу какие-то, допустим, программы Мы выезжали в школу, показывали, там учителя заинтересовывались И потом со своими детьми приходили Но мне кажется, они скорее детей как прикрытие вели в этом случае Чтобы самим посмотреть, да Вы сказали, что в школу заказывали То есть вас приглашают как открытый урок провести? Да, нас приглашают довольно часто в школы И если раньше это было чуть поменьше То есть это была инициатива конкретно, допустим, учителей, которые узнавали о нас То сейчас существуют проекты, как Дни карьеры Или Школьная сумка Или есть еще несколько европейских проектов Под которые тоже наши услуги очень подходят Поэтому нас сейчас уже чаще всего зовут конкретно консультанты и организаторы этих проектов И мы, в принципе, сейчас уже статистика такова, что у нас практически нету дней, когда мы не едем куда-то И часто это бывает так, что там три команды параллельно работают даже в разных уголках Латвии На каких языках? Латышский и русский Латышский и русский, да Ну иногда, если английский просят, то тоже В принципе, это редко бывает, но бывает сейчас все, кстати, чаще И на праздниках, и в школы Особенно, если выехать из Латвии Да, мы снимались уже в этом году второй раз Снимали научную программу для детей в Катаре Вот, очень интересно посмотреть на ДЖИМ ТВ И посмотреть прямо сейчас, там уже в январе как раз выставляют там Вряд ли только что-то поймете, потому что там на арабском Ну, визуально все равно красиво и интересно Лица наши Лица наши, да Те дети, которые приходят, у них еще нет школьной программы химии, физики Они это первыми узнают из ваших рук, да, из вашей головы черпают А те, которые постарше, у которых уже идет эта программа, вы ее как-то параллельно ведете? Да, да, да Чтобы это было применимо, да? Чтобы углубить понимание каких-то вещей Да, да, да Мартонич, вы сказали, что вы в школе работали, я так понимаю, судя по тому, что Лесь рассказала Про загруженность сейчас это уже не работаете? Один день в неделю В школе, да? Все-таки Ну, как бы мне самому просто интересно, как все то, что мы делаем вне школе Может быть использовано так же и в школе И вернулись Конечно Ревностно учителя вообще относятся к, ну, вы знаете, как есть учитель химии по учебнику учит, у него учебная программа Тут вдруг приходят, вот что-то показывают такое интересное, а у нас не по программе это, у нас все должно быть четко Мне кажется, что это зависит от адекватности человека То есть, конечно, всегда попадаются такие, которые будут ревновать и которые считают, что мы все делаем неправильно Но если у человека довольно широкий кругозор, и он понимает, что это ребенку может пойти на пользу и заинтересовать в его же предмете То, конечно, чаще нас все-таки воспринимают позитивно Время вышло так очень быстро У меня короткий вопрос Если вы несколько раз сказали адекватный человек, неадекватный человек У вас есть какой-то специальный научный тест? Нет, нет, это скорее слово паразит, мое личное Или очки специальные Спасибо большое На Рижский Малый Театр, на Стабу, адрес вы не помните? 18 Ага, я знаю, что стадия там была Это на Гертрудес, мы там тоже были Мы иногда просто меняем помещение с точки зрения, как нам удобнее для конкретных представлений На Стабу, Рижский Малый Театр Компания Лабораториум Да, представление в 12 часов, в субботу-воскресенье Можно точно узнать Лабораториум.лв Спасибо вам Спасибо